Приветствую вас, дорогая церковь! Рады в Новом году вновь быть в Доме молитвы. Бог наш не изменился, и милость Его продлена. И тема нашей молитвы, для меня, знаете, неделя молитвы, это когда короткие проповеди, а потом много-много молитв, тоже коротких. Если в нашем собрании будет участие в молитвах, и там, и там начнут в одно время, не страшно, в полголоса, и кто рядом поддержит, пусть будет много молитв, вознесенных к Богу, как фимиан престолов Его, потому что у нас есть нужды. А нужда сегодня, у нас отмечена такая молитва о благословении на предстоящий 2019 год. Вот это нужда! Я думаю, никто в благословении никогда не откажется. Но благословение нужно получить, за ним нужно приходить, за ним нужно обращаться и ожидать его. И в основании сказано место Священного Писания, которое записано, исход, 33 глава, 14-15 стих. Здесь Бог слуге своему, вождю народа израильского, Моисею, поручает пойти вывести народ, Божий народ. И Моисей говорит, я не смогу идти. А Бог говорит, Господь сказал ему, то есть Моисею, сам я пойду и введу тебя в покой. Моисей сказал Богу, если не пойдешь ты сам с нами, то не выводи нас отсюда. Моисей прекрасно знал опасность, сложность. Народ толпут миллионную и быть вождем. Если Бога не будет, то не надо даже выводить. И Бог верен в Своем обетовании. Бог не изменился. И за эти тысячи лет Он тот же, Он ведет нас. Его ограда защита над нами. Знаете, как-то мы были в общении и с братом разговаривали. И так в разговоре я говорю, я как-то с детства мы были научены, нас большая семья, и мы не коснулись, не познали. Знаете, там ворожили, гадали, там дети еще. Мы это прошли мимо. Как-то вот родители смогли и сюда, и сюда вложить, и наши прародители избежать этого. Я думаю, и брат говорит, знаешь, вот часто мы не даем себе отчета, какая Божья ограда над нами. Над теми, кто Богу принадлежит. Ограда есть, защита есть, благословение есть. Я понимаю, что Бог Он всеобъемлющий. Но позвольте сказать, образно рука Его есть, которая ограждает защитой ограда. Помните, когда Иисус Христос за Ним, Сатана направил, чтобы истребить всех младенцев до двух лет. И Иосиф и Мария ушли в Египет. Братья и сестры, а что Сатана не видел? Он ведь Дух, это вражеская сила, но Он Дух, Он же все видит, а нет. Бог поставил ограду, защиту, и я верю, что даже дьявол не видел, где Он. Вот такая ограда, защита над нами. Знаете, мне очень нравится место Священного Писания, которое записано в книге Царств, 4 книга Царств, 6 глава с 13 стиха. Здесь говорится о слуге Божьем, о пророке Елисеи. И когда сирийский царь, он пошел войной на Израиля, и тогда, где они поставят засаду, Израиль знает и обходит это место. И царь был поражен, говорит, есть тот, кто доносит. А ему говорят, да нет. Там у Израиля есть Божий человек, который знает, что ты даже говоришь в тайной комнате твоей. И он говорит с 13 стиха. И сказал он, царь сирийский, пойдите, узнайте, где он, пророк Елисей. Я пошлю и возьму его. И нанесли ему, сказали, вот он в Дафаме. И послал туда коней и колесницы и много войска. И пришли ночью и окружили город. Поутру служитель Человека Божия встал и вышел. И вот войска вокруг города, и коней и колесницей, сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, Елисей, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге. И он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными вокруг Елисея. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал, порази их слепотою. И Бог поразил их слепотою по слову Елисея. Дорогая церковь, вот эта защита ограда, которую мы не видим в духовном мире, она над нами. Господь силен, Он верен, Он не изменяется. Он и сегодня эту ограду поставил над нами. За прошлый год, я думаю, мы сколько молились о стране нашей, в которой мы живем. Сколько Бог милости являл. Сколько молились о том, чтобы мир вот этот между страной, откуда мы выехали, и страной, где мы живем, чтобы сохранялся. Я думаю, в этом есть заслуга Божия, по молитвам детей Его. Это очень важно. Будем молиться, чтобы и в этом году наступившем Господь хранил мир между странами, чтобы, живя нам и здесь, нам было благо, и чтобы время благодатное могло продлиться. Мы молились о городе нашем. Я люблю наш город. Сколько бедствий стихийных прошло, а нас как-то миновало, не потому, что мы лучше всех, но будем молиться, чтобы Господня защита града была над городом, в котором мы живем, и будем заботиться о благосостоянии Его. Если есть, что-то убрать, чтобы чистый город сохранялся, и чтобы Божья защита и благословение было над городом. Дорогие братья и сестры, я люблю нашу церковь. Я думаю, она для вас дорога. Сколько благословений мы в прошлом году получили, сколько милости от Бога. Будем молиться, чтобы Господь руки своей благословляющей не отнял от нас, чтобы мир сохранялся, чтобы благословение было, чтобы проповедь звучала, чтобы пение звучало, чтобы имя Бога славилось, и чтобы Бог изливал на нас благословение. Это важно. Семья, церковь наша, как большая семья, она состоит из семей. Сколько благословений мы в семьях наших имели в прошлом году. Будем молиться, чтобы Господь не отнял руки своей благословляющей от нас, от нашей семьи, от наших детей. Я думаю, если сказать, будем молиться о детях наших, это нужда, наверное, каждого из нас. Знаете, для меня, я как горько всегда, когда вот брат говорит, я вырос, как-то не знал Бога, и родители не знали, и дедушки, и бабушки не знали, и я вырос, и вот этой ограды не имел, и, а потом, когда увидел, настолько дорого мне, почему дети верующих родителей иногда не ценят это, не ценят ограды, и хотят уйти туда, к даунтауну поближе, из-под руки Божьей благословляющей, из-под его защиты. Настолько горько, думаю, что там. Нахлебаются, а потом, знаете, я, наверное, приводил пример, как-то мы были в городе Ири, и там молодежь, у них участие было, и приехал с соседнего города брат, и он привез сына своего, он в возрасте, молодой, юноша, и потом обратились к пастору, говорят, есть, ну, слово, и этот юноша по коридору идет. Знаете, на ноги еле идет, руки у него не работают, микрофон не мог взять, речь у него такая, настолько несвязная. Он рос в семье христианской, но Бога слышать не хотел и бежал от Бога. А потом случилась такая авария, что жизнь его вот столько была на волоске, скажем так, от смерти. Бог помиловал, Бог сохранил жизнь, но вот таким вот искалеченным весь, он подошел к микрофону и говорил свидетельство, и обращался к молодежи, говорит, слушайте родителей, любите Бога, не уходите от Него. Я так думаю, неужели Бог хочет так разговаривать? Не хочет Бог так разговаривать. Бог есть любовь, Он благий, Он добрый. Он хочет разговаривать, как любящий отец, с сыном. Но часто, когда уходят из-под Его защиты, там могут и искалечить, и изуродовать, и погубить душу. Не уходите, дети, сыновья и дочери, не уходите из семьи, не уходите из церкви, не уходите из-под руки Божьей. Господь да сохранит вас и благословит. Знаете, когда мы скажем в прошлом году, столько благословений бы было. А вот, а как с Марком случилось, снежком нашим? А где был Бог? Знаете, я бы сказал, а Бог был рядом. Когда его колено раздробило, а если бы этот удар пришелся на головку, и уже бы, наверное, только к холмику можно было приходить. А Бог был там, Бог поставил ограду, защиту. Почему так случилось? Не знаю. Я думаю, Марк больше всех знает, почему так случилось. И для чего? Мы не можем знать. Часто случается в жизни нашей, мы не можем проконтролировать и объяснить не можем. Знаете, только смотрим, как на историю. Если смотреть на историю моего фамильного дедушки, он в юности своей, когда готовились уже призыв на Первую мировую войну, он ехал на лошади, и лошадь на снегу, там под снегом был лед, поскользнулось, упало, ему ногу вывернуло вот так. Ну, сегодня бы ее поправили, а тогда никто не поправил. И он с юности инвалидом был. У него нога всегда такая была, он с палочкой ходил. Он говорит, Боже мой, на всю жизнь калекой. А потом прошли годы, пришло сталинское время, братьев, которые стояли, может, не за такой кафедрой, а впереди церкви, их в тюрьму второго. И потом поставили Григория Филипповича. Его вызвали, ну, пришел инвалид с палочкой. Он бороду всегда носил, бородка у него, дедушка пришел инвалид. Иди домой. И вот так вот, пока время гонений было, пока война была, пока сталинское время было, он и был служителем в церкви. И так всю жизнь инвалидом прожил. И я потом смотрю на отрезок жизни, который Бог подарил ему. Может, это благо было и для его, и для его семьи, и для церкви, и для его детей, и для его внуков, и для его праправнуков. Бог под контролем держит. И только вот мы не можем сказать, почему так. Но я верю во всех ситуациях жизненной. Бог рядом. Бог рядом со мной, Бог рядом с тобой. Только одна из проблем. Не уйди из-под руки благоставляющей. Знаете, когда я учился, сидел, и там такая была картинка интересная. И там написано было, «Никогда не едь быстрее, чем ангел-хранитель может лететь за тобой». Я думаю, оно так мудро. Дорогие братья и сестры, всегда живите так, чтобы ангел-хранитель был над вами, чтобы Божья рука была над тобой, надо мной. Не выходите из-под руки благоставляющей и под его защитой. Не уходите сами. Там враг. Там смерть. Там, извините, вечная погибель. А вот под его охраной, под его защитой, под его крылом, в нем, во Христе, в церкви его, в ковчеге спасения, здесь мир радости и благословения. Рука Божья, благословляющая, да будет надо мной, над моей семьей, над тобой, над твоей семьей, над церковью нашей, над городом, в котором мы живем, в стране, в которой живем. А имя его, да будет благословено ныне и в веки. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok